Тихого дня Тихологическая революция последних десятилетий в корне изменила принцип доступа к информации, и одним из следствий этого становится очень быстрое и практически неконтролируемое распространение идей самого разного свойства. Современное состояние общественной жизни и массовой культуры характеризуется нарастанием оккультных тенденций в духе Нью-Эйдж. Это становится социально-культурным феноменом и даже определенным трендом начала XXI века. Одним из существенных факторов оккультизации массового сознания является нативизм, попытка реконструкции дохристианских систем мировоззрения, культа и социальных моделей. Идеологами нативизма христианство объявляется чуждой национальному самосознанию религии, а реконструкторы всячески пытаются обосновать превосходство родной – русской, украинской, германской, скандинавской и т.д. Верой над привнесенной извне иудейской или греческой религией. Безусловно, такого рода построения неизбежно упираются в минимум достоверных исторических и археологических материалов и фактическое отсутствие письменных источников. И тогда применяются проверенные в тоталитарных сектах приемы. Выдумывается новое откровение или воображаемое преемство от древних волхвов и жрецов. Через интернет в социальных сетях организуется вербовочная кампания в виде групп по интересам. В каждой такой группе есть идеологический блок, ссылки на определенную литературу, видеолекции, фильмы, клипы. В итоге образуется сектантская сеть от фольклорных кружков и костюмированных реконструкций до групп силовых единоборств и нелегальных военизированных подразделений. Языческий культ, основанный на физической силе, прагматизме и идеологическом единомыслии, часто становится приманкой для подростков и неокрепших молодых людей, поэтому именно эти группы становятся по преимуществу местом вербовки новых адептов. Кроме указанных причин, современное неязыческое движение может быть притягательным для молодежи еще и потому, что языческая социальная модель противоположна модели общества потребления. Очевидно, что западная послевоенная идеология потребительства, характерная для атомизированных и секулярных обществ, какими по существу являются Европа и США, доминирует и в постсоветском пространстве. Известно также, что в древнем язычестве еще не было современного понимания личности, зато был жесткий контроль общины, закона, традиций над жизнью человека. При этом приоритет интересов общины над частными интересами был прочно впечатан в языческую матрицу поведения. И человек не взвешивал «моя польза» или «польза другого», а просто следовал традиции. На таких же принципах, к слову сказать, основаны почти все азиатские государства, какие бы формы религиозности в них не преобладали. При этом языческие общества порой создавали весьма прочные союзы племен и даже наднациональные империи, скрепленные не столько силой оружия, сколько общественным консенсусом на основе прагматического подхода. Так делали все и всегда. Перемена веры в таком обществе казалась безумием. По правозрению христианскую миссию невозможно без детального понимания идеологических посылок неуязычества, их мифологем и приемов вербовки. Основные идеологемы современного неуязычества мы уже отметили. Мифология требует отдельного внимания, и о ней будут специальные доклады и тренинги. А вербовочная риторика построена, во-первых, на выпиющем недостатке осознанной веры у формально крещенной православной молодежи, когда при отсутствии преемства традиций церковного учительства невозможно, а самое главное некому, противопоставить грамотные богословские и исторические аргументы нелепым вымыслам и подтасовкам. Во-вторых, эксплуатируется естественное желание молодых людей быть в коллективе друзей и единомышленников, чего, к сожалению, большинство православных приходов и общин не могут предложить. В-третьих, вербовщики используют юношеский максимализм и обостренное чувство справедливости, противопоставляя отношениям в секте отношениям в обществе. Ведь ни для кого не секрет, что не то, что справедливые, но даже просто доброжелательные отношения отнюдь не характерны для нашей общественной, а во многих случаях, увы, и для церковной жизни. Таким образом, принимая неязыческие суррогаты, традиции, общинности, закона, включенным в неязыческую сектанскую субкультуру молодой человек, может выйти из нее с большим трудом и только с помощью извне. Нужно также учесть, что у некоторых неязычников практикуется так называемое «раскрещивание», то есть публичное отречение от Христа и случаи возвращения в православие из неязыческих сект крайне редки. Что же церковь может противопоставить этому вызову? Бесспорно, что необходимо привлекать к миссии авторитетных для молодежи людей, видных спортсменов, музыкантов, писателей, ученых. Также вполне понятно, что необходим корпус хорошо образованных апологетов православия, умеющих вести очную полемику и грамотно выступать в медийном пространстве. Но еще более очевидно, что без полноценных, живых, приходских общин невозможно даже помыслить о противодействии неюязыческому движению, впрочем, как и любому другому направлению сектанства. Усилия священноначалия и апархиальных структур носят сейчас в основном директивный и унифицирующий характер. Определено, что в каждом приходе, в каждом благочине должны быть специально обученные люди для миссионерской, молодежной, социальной, катехизической работы. Что стоит за этими вполне логичными и правильными директивами в действительности, крайне трудно понять, потому что назначенных людей необходимо сначала мотивировать и только потом обучать. И самое главное, реальная церковная жизнь не может быть уложена в стандартные формы планов и отчетов, она не поддается формализации и унификации. Ведь каждый приход имеет свою специфику, свои ресурсы, свой уникальный состав клириков и мирян. Поэтому важно понять, что можно сделать в данном конкретном месте с теми возможностями, которые есть в распоряжении. В течение последнего десятилетия крайне младчисленные, разобщенные православные миссионеры пытаются выправить дисбаланс внешнего церковного строительства по отношению к просвещению народа Божьего и проповеди вне церковных стен. Об этом не раз говорил святейший патриарх Хирилл, призывая активизировать миссию по всем направлениям. Исходя из опыта церкви, миссия – всегда призвание и работа на перспективу. Миссия – чужд, бюрократический и насильственный подход. В миссию нужно вкладывать средства и человеческие ресурсы, не ожидая мгновенного эффекта. Но при этом надо отчетливо представлять, что если мы не сможем консолидировать усилия православных миссионеров и активизировать внутреннюю миссию, то помимо православия у современного российского общества найдется несколько духовных альтернатив. Большинству будет удобно остаться в болоте всеядного потребительского агностицизма, религиозно одаренные люди могут стать легкой добычей неоязыческих, псевдохристианских или иных тоталитарных сект, а в итоге все духовно раздробленное общество без особого сопротивления упадет в жесткие объятия активно наступающего шариатского концлагеря. Надеюсь, что нынешняя конференция поможет всем действующим миссионерам оценить опыт, которым мы будем здесь обильно делиться друг с другом и применить его в соответствии со своими реальными условиями. Спасибо, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok